Привет, меня зовут Игорь Прайм. Сегодня мы поговорим о контактных педалях, велообуви и туклипсах. Мы сравним контактные педали с туклипсами, рассмотрим виды велообуви и расскажем о плюсах и минусах контактов, туклипсов, тех или иных шипов, которые используются и всего остального. Велообувь бывает двух видов, это МТБ и шоссейная. В чем разница? МТБ для горных велосипедов, велообувь имеет высокую подошву, которая тоже жесткая, пластиковая, но она все же выше и шипом вы не касаетесь поверхности, по которой ступаете. В них более удобно ходить. Велообувь шоссейная, она имеет плоскую подошву, на которую крепится шип, соответственно, вы вступаете на сам шип и ходить не очень удобно. На такой обуви вы должны проходить максимум пару шагов до велосипеда, сели и поехали. Она более легкая, более аэродинамичная и жесткая. Благодаря этому вы не теряете энергию, которую передаете от ноги к педали. МТБ велообувь, она более удобная, более мягкая, в ней намного комфортнее ходить и в ней можно ходить, что самое главное, но все же лазить по скалам и то, что вы думаете бегать по газонам и играть в футбол, в ней не получится, потому что подошва там тоже жесткая. По поводу шипов. В МТБ контактах чаще всего используется так называемый СПД шип. Он самый распространенный и он не боится грязи. Даже если на него налипла грязь и на контактную педаль налипла грязь, все равно вы можете встегнуться, пусть даже чуть-чуть больше усилия нужно приложить. СПД шип, он, как правило, выпускается двумя фирмами. Это Велго, цена на порядок ниже, чем Шимано и Шимано. По поводу МТБшных шипов мы, в принципе, коротко так поговорили. Это самый распространенный вариант, который вы чаще всего встретите. В шоссейных велосипедах используется очень большой спектр шипов. Просто все названия запомните модели нереально. Под многие бренды выпускаются собственные шипы, которые не подходят для других педалей. Также на шоссейную велообувь идут разные переходники под разные виды шипов. К примеру, у меня велотуфли, они идут как и под СПД шип, и под остальные виды шипов. Вы можете установить сюда абсолютно любые шипы, даже не применяя переходник. Значит, проведем параллель с туклипсами. В чем их минусы и в чем их плюсы по сравнению с контактными педалями, ну и контактную обувь, соответственно. В туклипсе вы можете ехать абсолютно в любой удобной для себя обуви. Несмотря на то, что MTB-шная велообувь, она удобнее шоссейной, но вы можете ехать на шоссейнике в любой обуви, в которой вы хотите. Ну, вы можете и поставить MTB-шные контакты, допустим, на шоссейник. Но при этом все равно, если вам нужно где-то будет пройтись по пересеченке или подняться в горы, все-таки с туклипса достать обычный кроссовок, удобный вам, и пройтись, или же идти в тех же самых кроссовках контактных, MTB-шных, это не совсем, скажем так, комфортно. Еще один минус, который я очень сильно заметил по поводу контактной обуви, это то, что в городе совершенно неудобно каждый раз выстегиваться и встегиваться на светофорах. Постоянные машины, которые тебя подрезают, и нужно иногда подставить ногу. Я езжу на очень слабо затянутых шипах, потому что постоянно мне нужно выдергивать с них ногу. Педали я использую двухсторонние. С одной стороны обычная топталка, с другой стороны контакт. То есть даже если я не успеваю стегнуться, я просто ставлю ногу на топталочку и проезжаю какое-то время, пока я не смогу в безопасность стегнуться и поехать дальше. По поводу туклипсов. С туклипса вы всегда интуитивно подаете ногу назад и вбок. Даже если вы будете заваливаться, вы все равно ногу вытянете. То есть никаких проблем, вы не упадете в туклипсе. В контактах часто бывает, что не успели выстегнуться, ямка, еще что-то, и не успеваете подставить ногу. Первое время люди очень сильно падают в контактах. Значит, второе сравнение, в чем туклипсы превосходят контакт, это, наверное, цена. Потому что вам не нужно покупать обувь, не нужно покупать шипы. Вы просто купили педальку, на которую вы одели туклипс. Либо же вы купили уже педаль с туклипсом, как у меня раньше было. И просто катаетесь и не паритесь, какой обуви вам удобно. Теперь по поводу эффективности. Конечно же, контактная велообувь на порядок эффективнее туклипса. Во-первых, аэродинамика. Во-вторых, передача энергии от ноги к педали. А в-третьих, вы можете тянуть педаль и толкать полностью на 100% оборота, на все 360 градусов. В туклипсах это тоже возможно, но есть нюанс. Для этого вам нужно затянуть туклипс на ходу. Для этого, собственно, они и предназначены, потому что там есть защелка специальная. Но выстегнуться с него уже будет на порядок сложнее. Поэтому люди, как правило, ездят, не затягивая туклипс полностью. Соответственно, эффективность теряется. При этом вы, конечно, получаете процентов 70, максимум 80 эффективности, если у вас грамотно подобран размер и обувь. В контактах вы получаете 100% эффективности. Ну, это если мы отталкиваемся от обычных топталок, на которых вы получаете только где-то около 45-50 при хорошем сцеплении. Поэтому выбирайте обувь для себя. Кому-то подойдут туклипсы. С них, кстати, очень хорошо начинать, переходя в контакты, потому что в туклипс тоже нужно научиться попадать ногой. Кто-то, кто занимается профессионально велоспортом, выезжает именно для тренировок, покупайте шоссейную велообувь, ну и, соответственно, педали. А тот, кто хочет, скажем так, эффективно кататься, эффективно подниматься в гору, тренировать полностью ноги, но при этом он не фанатичен, покупайте контактные педали и велообувь, какую вам удобно. Скорее всего, это будет MTB, она есть как более такая грубая, скажем так, походная, есть более обтекаемая, аэродинамичная. С вами был Игорь Прайм, пока, увидимся!